Ну и вот мы говорим сейчас о трибунале в последнее время все чаще, да, то есть уже звучали резолюции, но это все политические заявления, механизм пытаются разрабатывать, возможно, в ближайшее время мы его увидим, но это ведь может быть калька с трибунала по тому же MH17, то есть вот Гиркина, которого вы вспомнили, вот его обвинили, его осудили, он официально признанный террорист, он виновен в гибели там вот огромного количества людей, которые летели в этом самолете, однако он прячется на территории Российской Федерации и достать его нельзя. И почему-то вот Гиркина спецслужбы ни западные, ни какие-либо другие, значит, не могут на той территории там ликвидировать или вывести его по примеру того же, например, Моссада. Вы думаете, с Путиным такое вероятно? Нет, здесь принципиально разные вещи. Во-первых, тот трибунал, который был по Гиркину, он, конечно, не это другой трибунал, здесь надо специально создавать, это все уже инициаторы этого трибунала, который инициирует и Евросоюз, и другие страны, значит, ну, прежде всего, европейские страны, там уже есть консенсус по поводу того, что нужно создавать специальный трибунал. Но я сейчас говорю о двух разных процессах. Один процесс – это трибунал, но, опять-таки, для того, чтобы трибунал смог каким-то образом быть реальным, надо все-таки, чтобы подсудимого привезли, потому что иначе это, ну, некое-то, так сказать, такое вот… Ну, не то чтобы насмешка, но, по крайней мере, все это не выглядит очень серьезно, да, заочный трибунал, там человека судят, приговаривают, а человек в это время прекрасно себе живет. Значит, что касается Гиркина, то объявлена награда за его выдачу, и именно поэтому он сейчас не может оказаться на фронте, потому что либо его сдадут, либо, так сказать, его просто уничтожат. Но разница есть между Гиркиным и Путиным, согласитесь. Значит, и, в частности, ценность Гиркина как свидетеля по Боингу, она заключается в том, что очевидно, что, так сказать, главные виновники гибели вот этих 300 людей в малазийском Боинге – это, конечно, не Гиркин и его команда, а его товарищи, а люди в Кремле, которые организовали вот эту передачу Бука на бандформирование ДНР. И ясно, что там ниточка ведет к Путину. Именно поэтому так нужен Гиркин как свидетель. Но речь идет о другой процедуре, одна процедура. Ведь у самого Бен-Ладена никто не судил, никакого трибунала не было по нему. Его просто уничтожили. Значит, существует два варианта. Для того, чтобы Путин оказался на скамье подсудимых на трибунале, нужно, чтобы Россия потерпела не просто поражение, а чтобы Россия капитулировала. Вероятность такого исхода, такого завершения войны, я считаю, крайне маловероятной. То есть представить себе, что война закончится тем, что Россия капитулирует, она не очень вероятна, прямо скажем. Потому что для этого нужно, чтобы кто-то там, я не знаю, занял Москву, оккупировал, так сказать, Россию. Ну, прямо скажем, на это ни охотников, ни желающих, ни, ну, что называется, техники исполнения этого дела, она как-то трудно себе представима. Вот такую страну, как Россия, в которой есть еще до чертовой матери ядерного оружия, ну, вот как-то так. Это выглядит фантастически. Это, конечно, так сказать, в мечтах отдельных романтиков существует, но вряд ли это можно реализовать. Речь идет о том, что в результате тотального военного поражения путинский режим просто рухнет по внутренним причинам, и война империалистическая перерастет в войну мафиозную. И вот в этот момент действительно, так сказать, кто-то может просто Путина выдать, потому что власть его просто будет обрушена изнутри, под действием, так сказать, поражения, под действием ударов украинской армии, но, подчеркиваю, рухнет изнутри. Вот в этот момент кто-то может его выдать. Но это процесс, во-первых, не стопроцентной вероятности, потому что теоретически, ну, мы живем в вероятностном мире, и гарантировать, что обязательно в результате поражения путинского режима Путин утратит власть, никто это гарантировать не может, и тем более я. Поэтому вероятность того, что Путин может сохранить власть, и в этом случае война продолжится до конца его жизни, но она просто будет идти по другим границам, и кровь будет продолжать литься. Поэтому я полагаю, что сегодня очень многие думают и напряженно думают над тем, чтобы уничтожить Путина, просто физически уничтожить, как военного преступника. Как это было сделано с Усамой бен Ладеном, как это было сделано с главой корпуса Стражи Исламской революции господином Сулеймани. Это тоже должностное лицо, и он был уничтожен. Так что я думаю, что это, причем вот и тому, и другому предшествовали некоторые юридические процедуры, потому что США – это все-таки правовое государство, и, скажем, тот же самый, та же самая Аль-Каида, которую возглавлял Усамой бен Ладен, она была признана террористической организацией. И вот я думаю, что предшествием того, что по Путину будет принято именно такое решение, возможно признание России страной-террористом. Вот после этого теоретически возможно дальнейшее. Но это я сейчас уже сильно забегаю вперед, пока речь идет о том, что да, действительно должен быть организован суд, международный трибунал, но это специальная институция, это не тот суд, на котором судили Гиркина и его компании. Это должна быть специальная институция, потому что глава государства – это, то есть это должна быть специально созданная конструкция юридическая. Так же, как специально созданной конструкцией являлся Нюрнбергский трибунал. Просто обычным судом их, конечно, судить никто не будет. Очень любопытно, друзья. Я уверен, у вас возникли мысли уже по поводу сегодняшних тем нашей беседы с Игорем Яковенко. Напишите их сейчас под этим видео, возможно, ваши вопросы, постараемся ответить на них в следующих наших интервью. Подпишитесь на YouTube-каналы нашего медиа-сообщества. Дмитрий Гордон, Алиса Басман в гостях у Гордона для того, чтобы не пропустить новые записи. Также на YouTube-канал Игоря Яковенко. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить по данным главного управления разведки. Путин дал приказ оккупировать Донецкую и Луганскую область до весны. Американский институт изучения войны говорит о том, что Кремль в очередной раз переоценивает свои силы, и у них не получится. Однако, к чему такая спешка? Видим, как просто забрасывают телами позиции сил обороны Украины. Вот Пригожин вообще на Медне сказал, что, значит, по сравнению со Сталинградом, солидар значительно превышает, как я понимаю, потери. Однако на них Кремль идет для того, чтобы взять тот же Бахмут, в котором уже, собственно говоря, никто там и не живет. Почему вот эта спешка? Почему до весны? Я не могу не отреагировать на приведенные вами цитаты из Пригожина, потому что действительно... Ну вот, наши телевизоры, наши депутаты очень российские, очень активно реагируют на всякое родо оскорбление памяти. Так вот, высказывание Пригожина – это просто плевок вообще в истории Второй мировой войны, потому что сравнить солидар при всем уважении к этому маленькому украинскому городку, который только что был поселком городского типа, 10 тысяч населения, и вот эта битва при солидаре, она, в общем, никакого ровно, абсолютно никакого значения ни тактического, ни стратегического не имела. Но сравнить со Сталинградской битвой, ключевой битвой Второй мировой войны, в ходе которой погибло, ну, так сказать, потери безвозвратные были общие миллион человек, миллион человек, да, вот, сравнить вот Сталинград с солидаром – это, в общем, ну, я думаю, что если бы кто-то другой, то истерика, так сказать, в телевизоре и в депутатском корпусе, она была бы до небес. Ну, бог с ним. Понятно, что эта нога у кого надо нога, Пригожин в данном случае не прикасает. Так вот, что, так сказать, с наступлением? Наступление, конечно же, готовится, наступление будет обязательно, причины сроков этого наступления, торопливости этого наступления заключаются в том, что Путину надо обязательно успеть до того, как Украина получит оружие, которые танки, которые обещаны в ходе Восьмого Рамштайна, и авиацию, которая обещана, ну, вернее, не обещана, извините, но готовится к Девятому Рамштайну. То есть, когда Украина получит вот эту наступательную триаду, вот этот бронированный кулак, танки, авиация, дальнобойная артиллерия, то наступление перейдет уже в Украину. И Путину очень важно до этого наступления совершить свое наступление и добиться каких-то результатов. Есть целый ряд причин, почему, так сказать, это наступление не увенчается успехом. Ну, там, отодвинуть линию фронта на запад на несколько километров, скорее всего, он сможет взять несколько населенных пунктов, географических названий, в которых уже не осталось давно, скорее всего, он сможет. Но серьезных успехов он не добьется по нескольким причинам. Одна из которых вам лучше, чем мне известно, это украинская армия, ее потенциал. Но есть два очень серьезных союзника Украины, которые находятся внутри России. Их очень мало упоминают, но это очень верные друзья Украины. Это, прежде всего, российская коррупция, которая уничтожила фактически возможность нормально снабжать российскую армию. В частности, я имена этих героев хочу назвать, потому что я считаю, что украинцы должны испытывать огромную благодарность к семейству чаек, которые расклевали Росрезерв, к семейству Патрушевых, которые разворовали огромное количество материальных ценностей в Росрезерве. И, конечно же, к господину Ротенбергу, одному из членов вот этой организованной спортивной бандформирования, которая, собственно говоря, и вырастила Путина. Это люди, которым Украина должна быть благодарна за то, что они очень существенно подорвали потенциал российской армии. И еще один друг, большой друг Украины – это кадровая политика Путина. Потому что, понимаете, если бы, например, на месте Рогозина был человек хоть чуть-чуть способный к управлению, то, наверное, Роскосмос был бы совершенно в другом состоянии. И военно-космические силы России были бы в другом состоянии. И если бы на месте Медведева был бы человек, способный хоть к какому-нибудь полезному труду, а не такое полное, тотальное ничтожество, человек, которому, в принципе, авторучку нельзя доверить. Если бы на месте Медведева был другой человек, то, наверное, вот он сейчас же что делает? Он же сейчас главный по контролю за, так сказать, вооружением, за, так сказать, производство вооружения. Ну, условно говоря, вот в сталинском СССР таким человеком был Берия. Ну вот просто понятно, да, я сейчас не хочу, так сказать, каких-то оценок господина Берии, но вот поставить рядом Берию и Медведева, и станет понятно, что такое кадровая политика Путина.